МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В одном из самых живописных уголков Армении располагается древний Татевский монастырь. Свою историю монастырь ведет с 4 века. В свое время Татев являлся важным центром просвещения и одно время даже являлся политическим центром Сюникского княжества. Буквально название монастыря переводится с армянского как Дайкрылья. Существует красивая легенда, которая повествует о древнем мастере, строившем этот монастырь. Когда он окончил строительство, то за свою работу попросил у бога крылья. Бог услышал его просьбу и подарил мастеру возможность летать. Меня любезно пригласил на чай с медом настоятель Татевского монастыря, отец Микаэль. Должен сказать, что это очень интересный человек, в компании которого мы с Рутюном с удовольствием провели целый час своего времени, даже не заметив, как оно пролетело. Упокойство, мир, мудрость, цель жизни не найдена была. Тогда я пошел в церковь, в армянскую церковь. Мне очень понравилось песнопение, духовное песнопение армянской церкви. Стал читать Евангелие, и потихоньку тьма в уме уходила. Стало светлым на душе, стало мирным на душе. Трудно это байли, то есть хранить, сохранить. Этот мир трудно сохранится. Да, это очень трудно. Но прекрасно. Существует и еще одна, более драматичная версия легенды. Она гласит, что когда завершилось строительство главного храма Татевского монастыря, и оставалось только установить крест на куполе, один из учеников главного мастера, желая увековечить свое имя в веках, по ночам тайно изготавливал купольный крест. Однажды ночью, когда все спали, он пробрался на купол и установил его. Однако он не успел спуститься с купола до начала нового рабочего дня. Увидев внизу главного мастера, ученик испугался заслуженного наказания и обратился к Богу с просьбой дать ему крылья, после чего бросился в пропасть. Главная церковь монастыря, храм святого Петра и Павла, была основана в 895 году. К сожалению, оригинальный купол дважды разрушался из-за сильных в этой местности землетрясений и до наших дней не сохранился. Добраться до этого замечательного памятника истории можно на канатной дороге, которая романтично называется Крылья Татева. По пути вам, как на ладони, предстанет все горное ущелье. Вы увидите древнюю большую татевскую пустынь, в которой когда-то проживали монахи, решившие уйти из монастыря, чтобы жить более суровой и аскетичной жизнью. Христос в Евангелии говорит, если хочешь молиться, войди в свою комнату, закрой двери, закрой окна, уедини, уединись и молись. Это в прямом смысле и в косвенном смысле. Если хочешь молиться, должен иметь свою комнату для молитвы. И в церковь должен ходить молиться. Но эта комната, наша душа, наше тело, мы должны закрыть окна и двери, то есть наши уши, глаза, да? И ум. Ум тоже двери. В 1387 году, во время нашествия Тамерлана, монастырь с его богатейшим книгохранилищем, насчитывавшим тысячи рукописей, был сожжен и разграблен. После очередных нашествий туркменских кочевых племен, Татевский монастырь и университет были окончательно опустошены, и это место оказалось заброшенным. Однако, этому месту было суждено возродиться снова, подобно птице феникс, восставшей из пепла. К 17 веку монастырь взимает оброк уже с нескольких окрестных деревень и обзаводится собственной маслодавильней, на которой монахи трудятся, добывая масло из зерен. Сегодня помещение, где располагалось маслодавильня, превращено в музей, и вас познакомят с древней технологией производства масла. Святой Григорий Татеваций, его могиля здесь, его икона здесь, говорит, ум похож на воздух, как воздух все в себе, Антону Мэн, Канатная дорога пролегает над еще одной, не менее интересной достопримечательностью этого региона, так называемым чертовым мостом. Туристы обычно видят из кабины, далеко внизу, только вьющуюся ленту дороги, и слышат дежурную фразу, вот там, снизу, располагается знаменитый чертов мост. Но своим гостям Арутюн обязательно покажет это красивое место вблизи, и поверьте мне, оно того стоит. Внизу, на дне ущелья у реки Воротан, со скалы вытекают теплые минеральные источники. Много тысячелетий тому назад, базальтовая скала перегородила течение реки, и река пробурлила тоннель в толще скалы длиной в 30 метров, благодаря чему скала превратилась в естественный мост. Мост этот расположен в самой глубокой части ущелья, на глубине примерно в 700 метров. Эта часть ущелья является настолько узкой, что даже лучи солнца не могут проникнуть в ее глубь. Когда люди увидели это уникальное творение природы, они не удержались, воскликнув, что такое человек построить не мог. Это не человек построил, это сам сатана, сказали они. Так и появилось название чертов мост. В 8 километрах к востоку от Гориса, на высоте 1580 метров, среди скал и ущельей, на лоне чарующей природы, раскинулась деревня Ханзуреск. Неподалеку от нее располагается так называемый Старый Ханзуреск, пещерный город, имеющий вытянутую примерно на 3 километра форму. Сейчас Старый город представляет из себя музей под открытым небом, и там уже давно не живут люди. Мы сейчас находимся в Старом Ханзуреске. Ханзуреск существовал еще 4000 лет назад. Вот здесь, с начала 20 века, 18 тысяч человек же. Вот, было 4 церкви. Самая старая церковь у нас, пещерная церковь, 6 век. Вот один из церковь, вот сейчас стоит. Вы, наверное, сверху видели. Вот смотрите, сколько домов было вокруг. Перед пещерой построены были вот такие дома. После Второй мировой войны отсюда ехали наверх, новое место жителей. Это все разобрали, строили материалы везде наверх. Вот здесь видите, как женщины поднимались в пещеру веревкой. Они жили внизу, вот. Когда опасность была, женщины с детьми поднялись в верхней пещере. Там спрятались. А почему жили вот в таких местах? Здесь от врагов спасаться намного легко было, чем на ровном месте. Сивада, который родился здесь и первые годы своей жизни провел еще в старом Ханзуреске, демонстрирует мне небольшую коллекцию сохранившихся предметов быта. Вот эту область тогда насиливалась, кожа делала. Вот недавно в Армении такой нашли, возраст 5,5 тысяч. Тоже в пещере нашли. Вот, например, памперс местного изготовления. Такого я, признаюсь, еще нигде не видел. Когда мальчика спать сложили, перенады, вот положили между ногами. Вот висел туда, вангл. Женщины из родников вот таких кушинок вот воду таскали домой. Сегодня этот уникальный музей под открытым небом возрождается благодаря человеку, которого в Ханзуреске ласково зовут дядей Жорой. В отличие от большинства своих сородичей, он не эмигрировал в богатый запад, а остался в родных краях. Сумел построить гостиницу во времена разрухи 90-х. Тогда все надо мной смеялись, рассказывает он, потому что не верили, что Ханзуреск представляет интерес для туристов. Но, несмотря на скепсис земляков, дядя Жора не побоялся вложить свои деньги, и сегодня его бизнес процветает. Часть своей прибыли он вложил в строительство висячего моста через ущелье. Злые языки тут же заговорили, что мост, дескать, небезопасен. И тогда дядя Жора, опять-таки за свой счет, заказал у немецкой фирмы экспертизу моста. Сертификат о том, что это чудо инженерной мысли безопасно для эксплуатации, теперь торжественно демонстрируется постояльцам гостиниц. Я строил мост, как связь, да, мост. Когда мы начали, ребята говорили, говорили, ну, сейчас мне говорят, что зачем тут мост, и зачем столько тратить. Ну, все улыбались, не верили. А сейчас все говорят, что молодец, а я радуюсь, хорошо чувствую. Я здесь родился в 1950 году. Тогда жизнь в селе была бурна. Я жил до 9 лет. В 1950 году переселение отсюда началось. Переселение закончилось через 10 лет. Никого не заставляли переселиться. Народ хотел жить в сухом, уютных домах. Советский Союз дал разрешение переселяться. Дал землю бесплатно, где дом, где будет новое село, где будут жить. Строить дома. В расположенной на высоте 20-30 метров квартиры жители поднимались при помощи веревок. Дома были расположены так, что крыша одного служила как бы садом для другого. Всему этому пещерному городу, как минимум, больше тысячи лет. И в неспокойные времена арабских и османских экспансий, татаро-монгольского нашествия и персидских завоеваний, вполне естественно, что такой образ жизни был гарантией безопасности для местных жителей. В каждом семье примерно жили 10-15 человек. Отсюда мы ходили 4 километра, отсюда в школу. Хорошо было, что мы молоды были, вот лишь для меня. А остальные так трудно жили. В колхозе за зарплату деньгами не дали. Вот чем мерили труд рабочего. В конце года, скажем, собрались в общесобрании, объявили, сколько зерна накопили, сколько сыра, сколько мяса. И объявили, за трудоден колхоз может давать 200 грамм зерна, масло 10 грамм за день. А когда немножко разрешили, чтобы колхоз, что имеет право продать, лишнее зерно продать, государство назначил, скажем, ты должен за год продать 1000 килограмм зерна. За 1000 килограмм зерна, скажем, цена решила государство, почти как подарок дали. Немножко в колхозе появились деньги. И в конце, скажем, объявили, что за трудоден дают 10 копейек. Ну, если дома нет денег, как будет жизнь? Все по обмену, невозможно все быть. Ну, стали мы немножко хорошо жить. А когда стали очень хорошо жить, разрушилась Советская Союз. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Этим вы мотивируете автора продолжать свой труд для вас. Автор выражает признательность Арутюну Ариджаняну за организацию путешествия по Армении и за помощь в подготовке этой передачи. И рекомендует его как лучшего проводника по Армении.